В среду городские депутаты собрались, чтобы решить судьбу областного центра на ближайшие два с половиной года. Именно на такой срок избирается глава города. Претендентов на должность было четверо, но двоих конкурсная комиссия отсела. В результате конкурсных испытаний, которые проходили в два этапа, на первом этапе конкурсной комиссии изучалось соответствие кандидатов тем квалификационным требованиям, которые установлены на соответствующем положении о порядке проведения конкурса на основании представленных им документов. На втором этапе конкурсная комиссия в ходе личных собеседований с кандидатами уже выявляла их умения, знания, навыки в сфере городского хозяйства, бюджетной политики, заслушивая их программы социально-экономического развития городского округа Иваново на ближайшие два с половиной года. Победителями конкурса стали Алексей Хохлов, который уже исполняет обязанности главы города, и Сергей Мишуров, экс-депутат. Последний выступил с пламенной речью о судьбе России и города. Нет ничего практичнее хорошей теории. Для меня это философия хозяйства, теория оптимума развития. Этот инструмент науки позволяет увидеть то, что не видно невооруженным глазом, как позволяет это сделать микроскоп, телескоп, хроматограф, ну извините, тест на беременность. Почему я привел такой странный пример? Потому что, на мой взгляд, сегодня Россия беременна огромными переменами. Они таковы, что мы уже с вами вряд ли будем жить как прежде, как при предыдущем губернаторе Михаилу Александровичу Мене. Не только потому, что цены на нефть стали существенно ниже, но еще и потому, что Владимир Путин возглавил общероссийский народный фронт, а не клуб самодеятельной песни. Этот пылкий монолог Мишуров завершил заявлением о снятии своей кандидатуры в пользу оппонента. Алексей Хохлов выступил перед депутатами менее ярко, зато более детально, рассказав о том, какие перемены ожидают Иванова, если он займет пост главы. На предстоящие два года необходимо решить две принципиальные задачи. Первая. В условиях растущего бюджетного дефицита не допустить снижения качества жизни, поступление инвестиций в городскую инфраструктуру, строительство и благоустройство. Второе. Подготовить инвестиционный портфель с проектами по развитию объектов дорожной сети, комплексной жилищной застройки, строительство и реконструкции объектов социально-культурного назначения, в первую очередь школ и детских садов. Против кандидатуры Хохлова выступили только коммунисты, но эти два голоса не повлияли на общее решение, итогом которого стало избрание единственного оставшегося кандидата главой города Иваново. Хохлову торжественно преподнесли медалью. Такой же вручали первому главе тогда еще Иваново-Вознесенска. Это символ власти и возложенной ответственности. Обретя этот знак, Алексей Хохлов лишился приставки в Рио. Приставка, она оставляет некую возможность отступления, но сегодня я принял на себя эту ответственность, эти обязанности, этот груз, и я должен его вынести.